Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на районном фестивале юношеских команд «Молодежь за выборы», посвященный Дню молодого избирателя. Тема нашего фестиваля – предвыборная платформа кандидатов на должность главы поселения. Под выборами мы поднимаем установленную законом государственно-правовую процедуру, во время которой граждане отдают свои голоса за кандидата или партию, в результате чего их воля формирует выборный орган власти. Или в результате этого избирается конкретное должностное лицо – президент, мэр, глава, депутат. В нашем районе в сентябре 2014 года пройдут выборы главы Сковородинского района, главы поселка Ерофей Павлович, депутатов представительных органов города Сковородино и поселка Ерофей Павлович. Не дожидаясь осени, мы решили выдвинуть своим кандидатов по выборам на должность главы поселения именно сейчас провести встречу с избирателями, то есть с вами, дорогие друзья, и определить, чья же предвыборная платформа нам, избирателям, более всего подходит. В фестивале команд принимают участие учащиеся в школах района «Боу СОЖ» номер 3 города Сковородино – «Боу СОЖ» и «Боу СОЖ» села Далдан. Все, что сегодня вы увидите, ребята подготовили и придумали самостоятельно. Напоминаю, что это все-таки фестиваль, поэтому здесь будут, на этой сцене будут присутствовать элементы юмора, иронии, а порой даже гротеска. Ну что ж, дорогие друзья, в нашем зале работает компетентное жюри. И хочется сейчас его представить. Председатель жюри Алексей Алексеевич Тарасов, глава Сковородинского района. Наталья Ромога-Новодякова, заместитель главы района по социальным вопросам. Татьяна Юрьевна Трушина, председатель территориальной избирательной экономического района. Ольга Ивановна Баженова, ведущая специалист отдела образования, председатель районной организации профсоюза работников образования. Геннадий Георгиевич Щербаков, представитель общественности, капитан команды КВН 1972 года. Золотой состав. Друзья, еще раз аплодисменты. Жюри будет оценивать каждую команду по каждому конкурсу по синеварной системе. Запомнили? Я думаю, что жюри у нас будет объективным. А сейчас хотелось бы предоставить слово для приветствия председателю избирательной комиссии Татьяне Юрьевне Трушины для нас. Я приветствую всех участников нашего мероприятия. Хотела бы спросить, что же мы собрались здесь. Начиная с 2007 года, каждое 3 воскресенье февраля в России проходят мероприятия, посвященные молодым и будущим избирательным нашей необъятной страны. И это не случайно. Анализируя прошедшие выборы, приходится констатировать тот факт, что активность молодежи на выборах невысока. Низкая активность молодежи приводит к тому, что на выборах нарушается представительство в органах власти, в первую очередь молодежи, и не находит в своем отражении позиция молодежи в формировании государственной политики. От позиции, которую занимает молодежь в общественно-политической жизни страны, зависит продвижение России по пути демократических преобразований. Поэтому голос молодежи должен звучать громко и настойчиво. Вы, которым уже исполнилось, или вот-вот исполнится 18 лет, получаете право участвовать в формировании органов государственной власти и органов местного самоуправления путем участия в избирательном процессе, то есть избирать и быть избранными. Мы, более старшее поколение, призываем молодежь шире обладевать знаниями, умениями, навыками политических действий. Молодые избиратели, в ваших руках судьба России 21 века, а значит, вам решать, какой ей быть. Участвуйте в выборах, голосуйте за свое будущее. А вам всем успехов в сегодняшнем мероприятии. Спасибо. Итак, мы начинаем. Предназначение предвыборной кампании столь широко, что перечислить все цели, которые она преследует, весьма сложно. Однако те задачи, которые перед нами обозначены, убеждают в том, что для их выполнения необходим специальный аборак. Штаб предвыборной кампании. В избирательный штаб вводят специалисты по изучению соперников, связи с прессой. Это пресс-секретарь. Имиджмейкер, который создает привлекательный имидж кандидатов в глазах избирателей. Специалистов по изысканию источников финансирования. И, конечно же, группы поддержки. Мы сегодня представляем три команды. Членов команд предвыборной агитации кандидатов в главы поселений. Для начала представления предвыборных программ нам необходимо прямо сейчас провести жеребьевку очередности выступлений предвыборных штабов. Кандидатов на должность в теклах прошу подняться на сцену. Давайте познакомимся с вами. Меня зовут Ольга. Я ученица с 10 класса МБОУСОЖ школы села Золдан. Золдан! Очень приятно, молодая леди, единственная. А меня зовут Царик Сергей Александрович. Я ученик 11 класса школы МБОУСОЖ ПГТУ РУША. РУША группа поддержки. Очень приятно. Андрей Дмитриевич. Голл СОЖ номер 3 городского района. Уважаемые кандидаты, выходите, пожалуйста, и сделайте свой выбор. Возьмите карьеры. Естественно, откройте. Показываем. Первый у нас Царик Сергей. Семью выступает под номером 1 УРША. Номер 2 городского района. Андрей Дмитриевич. Андрей Дмитриевич. И я так понимаю, Ольги достают за третий номер. Село Донар. Очень приятно. Цель видеоматериала. Телевизионная группа подготовила телевизионный ролик о программе кандидата с использованием художественных и режиссерских приемов для демонстрации его достойных. Первыми у нас по жребию показывает свой видеоматериал Боусо Шурша. Все внимание на экран, друзья. Опа, на девчонки. Андрей Дмитриевич, вы что? Потанцуем? Какие танцы? У вас же предвыборная компания. Вы хоть что делаете-то, а? Вы вообще в что одеты? Девчонки, без паники. Вы же меня знаете. Приоденем, накормим, напоем. Все сделаем, что-то нам. Ну, что делать будем? А давайте пока наш фильм, посмотри, наш фильм есть. А, да, да, да. Дмитрий Дмитриевич! Андрей Дмитриевич, ты идешь к нам? Аплодисменты, Андрей Дмитриевич! Я являюсь членом молодежного совета села Татан. В этом видеофильме я хочу показать о тех, рассказать вам о тех делах, которые я уже сделала, и о тех мероприятиях, в которых я сама лично принимала участие. Аплодисменты. оценить первый конкурс. Давайте. Сарик Сергеев. 3 балла. 7 это супер. Мэн, кто помнит. 6, 6, 5. 7, 7, 6, 6, 5. И общий балл. Я потом скажу. А, потом мы предлагаем. Грицай Андрей номер 2. Городского родина. 6, 6, 5, 7, 6. Ольга Плеханова. 5, 5. 6, 5, 5. Аплодисменты. Она единственная девушка в этом конкурсе на нашем фестивале. Ольга Лещё Падзирина. Молодцы, друзья. М1. Царик Сергеев. 3 балл. МБУ, СОЖ, ПГТ, УРУШа. 6, 2. 3 балл. Момент 3. Городского родина. 6 баллов. 3 балл. Велатолган. 5, 4. Друзья, вот с такими замечательными оценками мы переходим ко второму конкурсу. Выступление пресс-секретарей с агитационным материалом. Команды готовятся. А я пока доношу до нашего зрителя, что у каждого кандидата есть свое доверенное лицо. Пресс-секретарь, который хорошо может рассказать о своем кандидате. Пожалуйста. Мы решили, что будет по-третьему, чем рекламу для пято-пято. Ежедневно смотрим сотни рекламных роликов, даже не подозревая, что многие из них про нашего кандидата. Все сматывает рекламу. Голосуйте на нашего кандидата. С ним все будет плавно, так ладно. Макс, все будет в шоколаде. Пожалуйста, уважаемые гости, не можно? Прошу вас начну. Я пределаю, что не было. Врачи, еще раз аплодисменты. Уже. Давай начинаем. Как и известная реклама, двигатель торговки. Когда мы задумываем о предупрежденной компании нашего кандидата, мы решили, что лучше вас третий, чем рекламу для пято-пято. Ежедневно мы смотрим сотни рекламных роликов, даже не подозревая, что многие из них про нашего кандидата. Все сматко-рекладко. Голосуйте на нашего кандидата. С ним все будет плавно, а согласно. В Марсе все будет в шоколаде. Выбирайте, Сережа. С ним все будет в шоколаде. Когда недостаточно слов. Сережа умный, талантлив, общительный. Сережа, недостаточно слов. Россия, четверо уже. И Сережа тоже. Наш кандидат всегда на шарф впереди. А я Сережа. Голосуйте за меня. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я не знаю, что мы не знаю, что мы не знаю, что мы не знаю, что мы многого научимся, и так много в этот емкость. Рис в нашей жизни ускоряется с каждым днем. Мы меняемся, меняем мир вокруг нас. Мы живем в новой реакции, где нет ничего невозможного. Мы молодые и полны энергии. Мы умеем радоваться и любить. Мы создаем будущее своей душой. Голосуйте за меня. Ведь будущее зависит от нас. Спасибо, друзья. Разрешите мне представить вам кандидата на должность главы города Сковоролино и Царя Андрея Дмитриевича. День 1996 года в семье Ковидынского родительства. Более того, знаменитый сковородительство железнодорожников. В музее имени Флоренского вы можете увидеть фотографии на них брали Андрея Дмитриевича, начальницей колородистской депо, и отец кандидата трудиться или трудились на железной дороге. А это сам кандидат, но он решил положить свою дорогу, дорогу служения своему городу и своему народу. В начале это был обычный путь. Садик, школа, первый класс. Но чем дальше катилось колесо в школьных историях, тем больше становилось водоворот жизни вокруг Андрея Дмитриевича, тогда еще просто отнюдь. Вот он участвует в конкурсе супер-пятиклассница. Вот готовится бежать из сапфетки. И даже делает девчонкам прически. Вот он душит Эздемона. Ой, это же я! А это он царь. Просто царь. И он умеет все. Есть на ходу, лепить снежные фигуры. Смотрите, какая красота получилась. Носи на руках девочек. Носи дрова. Еще раз дрова. А потом разжигать костер. Андрей Дмитрий Дмитриевич умеет есть бутерброды быстрее всех. Устраивает кучу молоток. Но при этом он очень злобливый. Вот он работает в бригаде «Зеленый город». Участвует в субботнике. И даже входит на подуля. А потом лежит, подыхает. И он всегда на высоте. Когда командует классом на смотре песни из строя. Когда висит на турнике. А потом получает заслуженную награду. Когда участвует в областных президентских состязаниях занимать призовое место. А теперь посмотрите на это фото. Видите, идет урок. Все пишут. И только одна голова торчит. И чья это голова? Правильно. Андрея Дмитриевича. Зато потом все продолжают писать. А Андрей Дмитриевич уже удовлетворяет. Отвечает. А все потому, что самый умный. И вот опять. Все экзамен пишут, а умная голова все торчит. Андрей Дмитриевич умеет путешествовать. Это он в Иркутске. На Байкаде. С людьми. Бананы. В Москве. В Санкт-Петербурге. В Швеции. И в Таиланде. А главное, он всегда рядом со своими друзьями и со своей семьей. А если собрать все его достижения, то получится целая книга, которая очень даже серьезные результаты на разных уровнях. От школьного до фермента. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Отпишитесь у нас честных, решительных, инициативных, трудолюбивших. Посмотрите на нашего кандидата Каким он был И каким он стал Неужели он не сможет сделать наш город лучше? Конечно сможет Он изменит Россию А начнет с города Сковородино Выбирайте разумом Голосуйте сердцем Будущее нашей страны в ваших руках Аргент Дмитриевич Вот так аргентируюсь Среду кандидата Штаб предвыборной кампании Полусочек номер 3 Спасибо Помоги приказывай Здравствуйте Уважаемая аудитория Я пресс-секретарь Нашего кандидата Прихановой Ольги Николаевны Родилась Ольга в 97-м году Она ученицем Полусочек номер 10-го класса С 1-го по 10-й класс Включительно Ольга Круглая отличница За что была награждена Стипендии Ну мне кажется Вы же знаете Что есть это стипендия Ну Ольга участвует во всех Общельно во всех Школьных мероприятиях Как спортивных Так культурных Она участвует в основном В музыкальных мероприятиях Принимает участие Как в украшнице Приханова Ольга Так что ей умеет Кружок Музыкальный кружок Это кружок Станцев Для детей Разного возраста Ольга Сходит в состав Молодежного совета села Недавно У нас попросила акция Как было во всех поселках Это акция Освященная открытию 23 письма И Ольга Была открывающаяся акцию По крайней мере Культурных Начальник Аплодисменты Они с нашей Любой программой Голосуем за Скромные у нас сегодня Долгар Но тем не менее Аплодисменты Вам, друзья Шесть Семь Наталья Работала шесть 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 Неплохо Неплохо У нас начала Урша И продолжает Оценки Андрея Дмитриевича Отлично Две семерки Браво И Ольга Плеханова Ее оценки Все шестерки Молодец, Оля Остается нам узнать Средний балл За второй конкурс Готовы? Средний балл Воус, Урша Шесть Урша Остается нам Семь Браво Второе задание Всего Колдам Шесть Браво Еще Урша Финанс Неплохо Урша 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 Неплохо Урша Урша Все может Измениться Друзья Так понимаю Температура У нас В зале Накаляется И мы переходим К третьему Конкурсу Это выступление Кандидатов Дайте нам Маленьчика Прямо Дочке Добрый день, уважаемые друзья! Прежде чем начать свою предвыборную программу, я хотел бы официально познакомиться. Представиться. Алексей Алексеевич, разрешите представиться. Саник Сергеевич Александрович. Итак, я, Царик Сергеевич, обдуманно и целенаправленно принял решение выдвинуть свою кандидатуру на должность главы нашего замечательного поселка. За последнее время выборы в стремне на всех уровнях огорчают своей безинтернативностью и недобросовестными предвыборными технологиями. Я призываю уважать права и свободу наших граждан. Жители поселка достойны участвовать в честных и демократичных выборах. Разрешите представить вам мою предвыборную программу. Своей задачей на посту нашего должностного лица поселкового подселения вижу я в рамках российского и местного законодательства в пределах своих полномочий профессионально. В пределах своих полномочий профессионально управлять поселковым хозяйством, представлять и защищать интересы поселка и его жителей, грамотно руководить аппаратом администрации. Убежден, что глава поселка должен быть не столь хорошим политиком, сколько опытным управленцем, профессиональным хозяйственником. Как глава поселка вижу свою работу в первую очередь во взаимодействии с депутатами, общественностью, производителем, производственником и предпринимателем для совместной работы и активного участия в жизни поселка. Взаимодействие администрации поселка и района должно быть направлено на дальнейшее развитие поселка. В своей работе при принятии решений обязуюсь руководствоваться следующими принципами. Уважение, прав и свободы человека, законности, экономичность, экономическая цель за оборудование, сообразность, социальная ориентированность, сохранение культурно-исторической уникальности поселка. С учетом равности каждого из изложенных принципов будут осуществляться основные направленности в моей предвыборной программе. Обеспечение участия широкой посудовой общественности в обсуждении принятия решений по основам проблемы поселка. Эффективное направление аппаратом администрации и оптимизации системы управления хозяйством. Эффективное использование муниципального имущества, финансовых ресурсов, увеличение доходности муниципального бюджета и контроль за его исполнение. Эффективное участие муниципалитетов, целевых краевых и федеральных программ. Усиление ответственности земли, пользователей залогной стройской территории. Присмотр на мотивы потребления коммунальных услуг в соответствии с объемом потребления. Решение проблемных вопросов по обеспечению водой всех жителей поселка. Улицы должны быть освещены. Повышение ответственности поселковой администрации за работу управляющих компаний и организацией территории частного сектора. Ремонт дворовых подъездов, благоустройство травовых подъезд территорий. Ремонт и обустройство детских площадок, освещение предановых территорий. Активное участие и разработка проекта строительства кранов в центре поселка. Молодежь – это будущее поселка. Наше завтра зависит от того, как мы позаботимся о возрастающем поколении, его здоровье и образовании. Как воспитаем в наших детях и внуках патриотист, любовь к родной земле и уважение к старшему поколению. У молодежи должна быть реальная возможность участвовать в жизни поселка. А нам нужны поддержка и понимание. Для молодежи необходимо обеспечение занятостью молодежи, решение проблем с жильем, создание условий для реализации предпринимательских инициатив, пропаганда здорового образа жизни, организация спортивных мероприятий. Мы должны сделать все, чтобы молодежь оставалась жить и работать в поселке, строить дома и расти детей. Это основные направления и первоначально первоотередные задачи, исходя из которых планируя свою работу в качестве главы поселка. Жизнь может внести в нее свои коллективы, они будут учтены. При единодушной и совместной работе всех жителей нашего поселка мы добьемся того, что наш поселок станет еще красивее, благоустроеннее и удобнее для жизни его обитателей. Это нам поселок. О завершении я хотел бы сказать. Самое главное, у меня есть большие связи. Я лично знаком с главой района Алексеем Алексеевичем Дорасовым. Спасибо за внимание. Уважаемые жители города Сковородино. Предлагаю вашему вниманию мою предвыборную программу. Измени Россию, начни из города Сковородино. Это план решительных мер по возрождению нашего любимого города, по обеспечению горожан достойных условий жизни. Предвыборная программа для основа моей деятельности в долгой стекло высоты. Если избиратели окажут мне доверие и поддержку. Стоит отметить, что предвыборная программа не является законченным документом. Я приглашаю вас и равнодушных жителей нашего города вносить свои предложения по решению важных на ваш взгляд проблем. Это позволит руководству города выстроить работу таким образом, чтобы в первую очередь решали самые насыщенные вопросы, затрагивающие наиболее число горожан. Городская власть. Только когда глава и сотрудники администрации проявят заботу о горожанах, о жителе с уважением отнесутся к власти, можно решить все острые проблемы. Работа главы города и городской администрации должна основываться на следующих принципах. Честность и порядок. Все решения городской власти должны приниматься в интересах города и горожан. Открытость и доступность для населения. Любой житель должен иметь возможность при обращении получить ответ на запрос или необходимую справку. Добросовестность и грамотность. Управлять городом должны быть опытный и образованный специалист, знающий проблемы города сковородина и пути их решения. Регулярная отчетность перед населением. Глава города и начальники структурных подразделений обязаны регулярно отчитываться перед горожанами об итогах работ и планах, как на наличных встречах, так и в действиях массовой информации, промышленности и экономическое развитие. Основой городского бюджета традиционно являются налоговые поступления градообразующих предприятий. Поэтому их динамическое развитие является гарантией благополучия всего нашего города. Социальная политика. Поддержка малоимущих семей, ветеранов, инвалидов. Всех тех, кто по воле судьбе оказался в трудной жизненной ситуации, важнейшая задача городской власти. Нам необходимо усовершенствовать городскую систему специальной защиты, чтобы каждый житель чувствовал внимание и заботу. Достойное жилье горожанам. Строительство – одно из приоритетных направлений в развитии сковородина. Строить комфортное и современное жилье необходимо. Из этого город развиваться не может. Многие горожане до сих пор живут в барах, от одного вида которых приходишь в ужас. Проблема лепедации верхнего фонда нуждается в срочном решении. Считаю, что всеми квартирами должны жить в современном, комфортном и индивидуальном квартире. Жилищно-коммунальное хозяйство. Система жилья хавского родина в плачевном состоянии. Нормативы, износ, цена образования остаются главными проблемами. Необходимо, чтобы управляющие компании качественно осуществляли свою деятельность. Дороги, куличное освещение. Жить в современном городе немыслимо без нормальных, ровных, хорошо освещенных дорог. Ремонт дорог, тротуаров, организация уличного освещения. Важнейшая задача нового главы. Городское здравоохранение. Новая городская власть обязана приложить максимум усилий для профилактики и наливания среди горожан, повышая качество медицинского обслуживания. Учреждение здравоохранения. Организация спортивных секций и мероприятий. Пропаганда здорового образования. Образование и молодежная политика. В области молодежной политики необходимо добиваться того, чтобы молодые люди оставались жить и работать в городе Сковородино. Необходимо активнее привлекать молодежь к участию в общественной жизни. Считаю, что нужно рассмотреть возможность организации Сковородино кадрового резерва главы, в которые войдут наиболее активные, энергичные, позитивно мыслящие молодые люди, готовые эффективно работать на паре города. Городу нужен просторный молодежный центр, места проведения интересного досуга, развития физкультуры и спорта. Мои первоочередные задачи по этому направлению. Построить, наконец, новый стадион. Ремонт и для оснащения детских спортивных площадок. Строительство новых площадок во дворах города. Кроме того, для стимулирования развития массового спортивного движения, считаю, необходимо найти возможности муниципальной поддержки малого бизнеса, действующих в сфере структуры и воздуха, экология, безопасность, благоустройство территории. Потому, насколько город чист, ухожен и плодонстроен, можно судить о результатах деятельности нового главы. Уверен, что все жители не хотят, чтобы наш город стал красивым, безопасным и уютным. Это и станет реалитетными задачами нового главы. Предлагаю программу «Безопасный город», которая предусматривает серьезные меры по повышению безопасности жителей, и, в частности, организацию видеонаблюдения во всех общественных местах, структуре и духовности. Только развивая культуру, постепенность, мы будем оставаться великим народом, считаю, для востепенной необходимости новой городской власти разработку программы культурного развития Сковородино. Перед нами, дорогие, срокажем, даже светлое будущее и прекрасные перспективы. Но мы сами должны построить наше будущее. Уверен, что в скором времени городского родина станет одним из самых красивых, уютных, благоустроенных, благополучных город-городов Триар-Мурья. В любом случае, за кого бы вы ни проголосовали, пусть ваш выбор будет выбором гражданина. Замечательную перспективу нашему городу Дорисовал Андрей Дмитриевич. Спасибо. Я думаю, он понимал, о чем мы расскажем. Я еще раз перескаклюсь. Дорисовый домик «Петри Сайлент». И я подпекаю свою кандидатуру на поиск главы 12-го сетского сетского сетя. В силу моего возраста и... В силу моего возраста и... Да, и опытности в сфере управления, в поселках, там, в Азербайджанском районах. Я поставила такую как бы свою предвыборную кампанию, как я вижу прогрессу нашего слава. И первая задача, и я считаю, это главная задача моей предвыборной кампании. Это продолжение уже обстоявшейся традиции и введения новых. Ну, обстоявшейся традиции. Ежегодно, со столетиям, мы проводим празднование дня села. И в рамках этой традиции, также ежегодно, мы проводим выставки. Выставки, поделок, фотографии, ежегодно. И ежегодно проводится проект по главной улице села. Я хочу оставить эту традицию и в будущем ее поддерживать. Также, еще одна немаловажная традиция, это проведение для семьи. Я считаю, это тоже важный праздник. И я хочу, чтобы эта традиция продолжалась. Также немаловажной традицией является проведение различных актов. Одна из них чистый залдат. Мы проводим эту акцию ежегодно, и где участвует как администрация села, так и сельчай и сайты. Все это проходит для привлечения населения к культурному движению и провождению. Ну, а что бы я хотела ввести в новом? Первая задача моей программы – это активизировать работу с молодежью. Что я предлагаю в рамках этого проекта? Первое и самое главное – мы хотим построить кафе. Молодежное кафе. У нас в Толдане есть, конечно же, кафе, но для более взрослого населения. У нас есть, да, старое заброшенное здание, которое мы хотим предложить построить там кафе для молодежи, где они, ну, подростки, дети, смогут общаться просто и проводить тот же объект после школы. Также проведение технических вечеров и акции, развивающие подрастающие поколения и патриотизм. Ну, и, конечно же, еще одной главной традицией, которую я хочу вести, это проведение психологических игр, вплачающих русское население подрастающее для будущего. Так как мы знаем, сейчас не всем молодым людям интересно жить страны, да? Эти игры помогут вплотить население для будущего поколения. Еще одной главной задачей моего проекта является развитие спорта в нашем селе. У нас спортом занимается все население и взрослое, и подрастающее. Но так как условий для развития спорта у нас нет, нашей третьей части культуры дети нашей школы проводят в коридорах. И секции, которые проходят у нас, они шлисты на дюйси вечера, что не очень удобно, так как наша школа учится в две смены. И поэтому я планирую принимать участие в различных целевых программах, для того, чтобы получить веносирование для строительства спортивного комплекса, ну, или хотя бы дополнительного спортивного зала. У нас есть для этого место. Вот, Алексей Алексеевич, вы видели кадры, вы сказали, что вы там с этим построите, я предлагаю вам построить спортивный комплекс. У нас дети очень спортивные, занимаются разными видами спорта. С полетболом, с футболом, с борьбой, сражением и танцуем. Все это я предлагаю построить на заброшенном здании из Бродицы. Здесь не видно? Все, кто могут показать. Также в центре нашего поселка, а это вход, именно, много заброшенных пустырей. Мы предлагаем их оселенить и сделать там пастерые зоны. Также для молодого поколения, а также для молодых мам. Потому что чаще им даже негде просто подставить в коляску. Ну и также я предлагаю им работу с одаренными детьми. А именно, в нашем селе ведется работа вокально-рекоментального кружка. Наверное, все во нем услышали. Ребята очень талантливые, занимаются из Брода в Брод, дают хорошие результаты, но у них есть не только в районном уровне или в селе, ну, в частности. Мы бы хотели их продвигать в будущем. Ну и вывод всей моей программы. Несмотря на свой год, я, конечно, понимаю, что финансирование наших сел ненадложно будет. Поэтому в моей программе я предлагаю самые рациональные предложения. Некоторые из них можно осуществить даже при сотрудничестве только с талантливыми организациями и населениями. Спасибо. Молодец, Ольга. Молодец. Я хочу сказать, что, как я считаю, напомню, что вы очень важно, вы заметили, что Оля, Мила, прямой контакт с избирателями. Она не читала папу, а я говорила своими словами, я видела, что написан был только план и чуть-чуть сложные слова. В итоге, вывод вот этот. Так что, Оль, аплодисменты тебе, ты молодец. Ну что ж, уважаемые жирелицы, высказать свои мысли. 7, 6, 6, 6, 5. Это у нас Сергий Тярик-Уржак. Андрей Дмитриевич, городское родино. Пожалуйста. 7, 6, 7, 7, 6. Лидирует. Лидирует. И Плеканова Ольга. 7, 6, 6, 6, 7. Хорошо, по-моему, счет уже скоро сравняется. И средний балл за третий конкурс. Средний балл за третий конкурс. У Руша 6 баллов. Савародино 6, 6. Колдан 6, 4. Слышаем опцию, да? Общие слушаем. У Руша 18, 4. Сковородино 19, 6. Подождите. Алгар 12, 8. Лидер наметился, но у нас впереди еще два сложных конкурса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О-о-о, скачай на дарка Выше счастливей счастье людей О-о-о, скачай на дарка Есть и тебя верных подручей О-о-о, скачай на дарка Эй, ты слышишь наш подмёртый круг О-о-о, скачай на дарка Есть у нас пройдёрный сон пирог Друзья, давайте аплодисментами встретим собаку! Молодцы! Законка, шикарка, сильна! Вам некуда пойти? Вам нечем заняться по вечерам? Алкоголь и наркотики? Захлестнули ваш город? Вам страшно возвращаться домой в темное время суток? Вам некуда набрать свой горский потенциал? Проблемы с летним трудоустройством? У вас нет достойного руководителя? Мы точно знаем, что вам нужно! Друзья, давайте аплодисменты! Ну что ж, краткость, сестра, таланта, лаконично, ярко! Молодцы, спасибо! Не могу не отметить, что городского родина, как всегда впереди планеты, все выбрали аудиторию с жителями города, всех профессий и возрастов. Хотя было разбито, если это военнослужащие, и работники здравоохранения, будут вот такие мы и сковородируем! Уважаемые учителя, вы гаранты нашего будущего! Потому что наше завтра напрямую зависит от того, как мы позаботимся о подрастающем поколении, его здоровье и образовании. Как воспитаем наших детях и внуков? Патриотизм, любовь к родной земле и уважение к старшему поколению. Без образованной, грамотной молодежи у государства нет будущего. Потому, обещая сделать все возможное на посту главы города Сковородино, а именно изыскать средства для повышения зарплат преподавателям и учителям не менее чем до 50% в текущем году, с учетом того, что зарплаты будут повышаться и в следующие годы. Изыскать средства и возможности для поддержки государственных образовательных учреждений. Произвести за счет администрации капитальные текущие ремонтные здания учебных заведений города. Все школьники будут обеспечены бесплатными учебниками, а может быть чем-нибудь еще. Чем? Ну не знаю, я пока не придумала. Будет учреждена городская стипендия для успешных учащихся в размере тысячи рублей. Наиболее одаренных детей имеет смысл отправлять на учебу в престижные иностранные вузы. А поскольку учеба на Западе дело дорогостоящее, обращаюсь к отношениям создать для этого специальные фонды для наиболее талантливых молодых людей. Найти возможность для открытия в городе современного книжного магазина с большим отделом детской и молодежной литературы. А при чем здесь учителя? Ну как при чем? Учителя все время говорят, читайте, читайте, читайте. А что читать? И запомните, Андрей Дмитриевич, учителя людей чутки, ранимы, с расстроенной психикой, вы уж с ними поласковее, понежнее. Не переживайте вот так, Елизавета Михайловна, я справлюсь. Оксана Николаевна. Здравствуйте, дорогие наши медицинские работники, наши врачеватели и сохранители здоровья. Я понимаю, что в области здравоохранения нашего города есть проблемы, которые надо решать. Это нехватка сотрудников, особенно специалистов узкого профиля, таких как лор, невролог, лаборант и инфекционист. Нехватка жилья, нехватка в городе культурно-массовых учреждений. Это является одной из причин, почему в город не хотят ехать молодые специалисты. Оплата труда медицинских работников не соизмерима с их вложенными усилиями по лечению больных. Указаны выше обстоятельства, сводило невозможным приглашать город высококвалифицированных специалистов. Необходимо провести в данной сфере комплекс мер, направленный на изменения ситуации в том числе. Оснастить медицинские учреждения в городе с самой современной медицинской техникой и аппаратурой. Повысить заработную плату медработникам не менее чем на 50%, предусмотрев ежегодное повышение. Выделить финансовые средства для направления наших врачей на переподготовку, а на повышение квалификации и обучения современным методом диагностики и лечения в лучших зарубежных медицинских образовательных и лечебных учреждениях. Создать оптимальные условия для наших врачей в столью проведения консультаций и диагностирования больных как непосредственно, так и посредством электронных средств обучения на расстоянии, как у российских, так и у зарубежных специалистов. Организовать в городе дежурную аптеку. Выстроить эффективную систему льготного обеспечения жителей города лекарственными препаратами. Да, я согласен. Для нашего города Озбр стоит проблема нехватки квалифицированных медицинских кадров. Решить ее можно за счет обеспечения нормальных условий жизни и работы для медицинских специалистов. Врачам, оказывающим помощь пациенту, не следует отвлекаться на трудовые вопросы. Они должны быть обеспечены качественным жильем и получать достойные заработные платы. И, конечно, будут дурно проводить свое свободное время. Но это уже совсем другая история страны. Вы тут тоже я говорю? Нет, что? Это моя от себя. Адрей Дмитриевич, вы поняли? Медики люди конкретные. Сказали, сделали. Помните, все мы люди, вирусы везде, а земля, как говорится, круглая. Молодежная политика. Приветствую будущего нашего народа. Молодежная политика. Проблемы молодежи должны быть в центре внимания властей. Проблему следует решать, не откладывая. А для этого, в первую очередь, необходимо разработать государственную программу по поддержке молодежи, предварительно провести опрос молодежи города, отразив в программе их мысли и пожеланиях. Построить молодежный и культурный центр. Физическому здоровью население уделяет самое серьезное и постоянное внимание, начиная с подросткового возраста. Во всех районах города, в том числе и в северной части, создать спортивные площадки. Перспективные спортсмены будут под опекой администрации. Им будет оказываться материальная финансовая поддержка. Привести в порядок стадион. И тогда в городе будет проводиться больше разных турниров. Нужно создавать в городе рабочие места и реализовать программу предоставления молодым семьям жилья на годных условиях и в расстройках. Ольга Николаевна Плеханова. Сила Толдан. 6-5-6-6-5. Ну, скажем, ровно идет у нас Толдан. Средний балл узнаем? Или попозже? Балл. Балл. Теперь Толдан Дябишей. Явно наметился у нас лидер. Но впереди последний. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Давай, пока не пресс, ктоou держал Давай, пока не пресси мы засagain запустя Давай, пока не пресси мы засил Давай, пока не пресси ajди С Olympics Lizzy Ну что ж, спасибо, яркий Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok